Друзья, тема последнего времени. Перед тем, как о ней говорить, давайте обратимся к Слову Божьему и прочитаем вместе с вами из Послания Титу, апостола Павла, 2 глава. Послание Титу, 2 глава с 11 стиха. Послание Титу, апостола Павла, 2 глава с 11 по 13 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Знакомое для нас место, в котором говорится о том, что мы получили Божью благодать не только для спасения, что очевидно, не только для того, чтобы возрастать в вере, но также и для того, чтобы ожидать эту блаженную надежду, наше блаженное упование. Я сегодня хочу вместе с вами на этом первом собрании, первом потоке размышлять о блаженной надежде верующего, потому что слово «упование», которое употребляется здесь, его часто и современные переводы на более современном языке передают словом «надежда». Упование наше, надежда наша – это Иисус Христос. Если бы я задал вам вопрос, какие ассоциации возникают у вас, у каждого из нас, когда мы думаем о втором пришествии Иисуса Христа, какие мысли нас посещают? Наверное, мы бы сказали, ну, конечно, это каскад страшных событий, это катаклизмы, которых не видывала еще Вселенная, это будут суды над народами, это будут также те события, которых мы читаем в книге Даниила и в книге Откровения. Это те события, которые мы встречаем в пророческих книгах, и когда мы читаем об этих событиях, иногда просто мурашки по коже идут, потому что не было еще такой скорби и таких неприятностей, таких судов, которые грядут на Вселенную. Наверное, когда мы думаем о событиях последнего времени, мы также вспоминаем, что были у нас разные споры, дискуссии, разногласия, может, друг с другом о пришествии, когда будет восхищение, каким образом будет проходить Великая Скорбь, будет ли Церковь нести Великую Скорбь – это одни из излюбленных тем рассуждений среди верующих. А вот и еще некоторые вопросы, на которые мы с вами любим поговорить и высказать свое мнение, ну и, конечно же, правильное мнение, если оно неправильное, зачем же его высказывать, правда? Мы знаем, что такое начертание, и мы говорим, подождите, вот что написано, и вот как я это понимаю, образ зверя из книги Откровения, из 13 главы. Мы любим поразмышлять о том, какой будет и когда будет Армагеддонская битва, какова будет природа нового Иерусалимского храма, и когда он будет построен, что насчет тысячелетнего царства, кто и как там будет править вместе со Христом. Но какое чувство нас овладевает, когда мы обо всем об этом рассуждаем? Я позволю себе предположить, что часто это чувство страха, чувство неопределенности, чувство неуверенности, чувство вопроса, Господи, а действительно ли я буду достоин того, что я вместе с Тобой буду в этом небесном краю, который Ты обещал? Чувство того, что, а вдруг я буду оставлен здесь, и как я буду проживать свои дни? Чувство того, что будет со мной и с моими родными, если действительно мы попадем в эту ловушку Антихриста и великую скорбь будем проводить здесь. Чувство неопределенности одолевает нас. Но только что мы с вами прочитали, апостол Павел пишет, вдохновленный Духом Святым, он говорит, Писание говорит, что благодать, которая явилась нам во спасение, также дает нам блаженное упование, это благословенная надежда. И эта надежда заключается в том, что снова явится Иисус Христос, и на этот раз явится Он не как кроткий спаситель, не как милостивый слуга, Он явится во славе, Он явится как грозный судья, но Он явится также как милостивый освободитель для тех, которые ожидают Его, для тех, которые ждут Его. Несмотря на все страшные события и признаки приближения, пришествия, главная мысль Библии, главное, о чем говорит Писание для верующего человека, утешайтесь и радуйтесь, потому что ваш Господь придет вновь. Сегодня мы хотим с вами поговорить, а в чем же заключается это утешение, почему прежде всего, и в том числе для того, чтобы быть готовым, и самая лучшая подготовка ко второму пришествию – это правильное отношение к Нему, и самое правильное отношение – это вот эта блаженная и благословенная надежда. Смотреть на это событие с надеждой, с предвкушением, что эта надежда из себя представляет. Вообще, что такое надежда? Надежда необходима людям, как воздух, как рыбе необходима вода. Именно поэтому часто слово «безнадежный» появляется в записках самоубийц. Человек решает наложить на себя руки, решает закончить свою жизнь, и он пишет в этой записке «У меня больше не осталось надежды». «Мне не за что больше цепляться в этом мире, у меня больше ничего не осталось». И даже подростки, к сожалению, в сегодняшнем мире, несмотря на все материальное благополучие, и несмотря на все блага, которые доступны человеку, тем не менее пишут об этом. Один человек свидетельствует о том, что он оказался в лагере военнопленных. Ну, таких историй много, я расскажу одну типичную историю. Такие истории были в концлагерях, которые делали фашисты, гитлеровцы. Я расскажу о военнопленном во Вьетнаме, американском солдате, который оказался там, и тогда, когда он был в лагере, он был полностью лишен надежды, но затем он увидел одного человека, который был надзирателем, и с которым он имел общение. И тот надзиратель сказал, если ты будешь соблюдать правила, если ты будешь подчиняться режиму, если ты еще будешь с нами сотрудничать, то все будет нормально, и ты знаешь, у тебя есть перспектива досрочного освобождения. Он посмотрел на некоторых своих сослуживцев, которые находились в этом же лагере, и увидел, что да, действительно, это возможно. Он увидел тех, которые подчиняются правилам, которые слушаются, и потом они досрочно освобождаются. У него откуда-то выросли крылья. Появилась сила проходить через те испытания, неимоверное лишение, голод, истязания, которые были в этом лагере. И несмотря на то, что он понимал, что идет потальная промывка мозгов, и несмотря на то, что понимал он, что в этом лагере многим не выжить, откуда-то бралась сила. Это было благодаря надежде. Но прошел год, прошло два, этот надзиратель сменился другим. Об этом обещании совершенно забыли, и он должен был себе признаться, нехотя, в том, что его надежда была разрушена. Буквально за несколько недель он погас, как свечка. Его друзья рассказывали о том, что последние дни они видели, как он попросту вот так вот лег на нары и больше ничего не хотел. Ни есть, ни пить, ни слушать, ни делать. За несколько дней он исчах, оставленный всеми и без надежды. Он умер. Вы знаете, до познания Иисуса Христа, до того, как мы стали верующими людьми, Библия свидетельствует о том, и мы, думаю, что можем подтвердить это на своем опыте, блуждали в этом мире, как люди, не имеющие надежды. Как счастливы те, которые, может, даже не помнят об этом отрезке своей жизни. Может быть, вы в юном возрасте познали Христа. Я тоже в юном возрасте пришел ко Христу, но я помню. Я пришел ко Христу, мне было лет 13, наверное. Я помню, что одной из мыслей вот еще в этом детском возрасте до обращения было, а есть ли вообще какая-то надежда? Одно из переживаний, которое было у меня, как маленького мальчика, умер мой дедушка, и у меня была неверующая семья, и все собрались вокруг. И я помню эти наполненные страхом и безнадежностью глаза моей тети, которая смотрела на меня и которая говорила, «Ты представляешь, я же его больше никогда не увижу». Единственной надеждой у него было увидеть своего папу, который теперь, его тело лежит в гробу мертвым. И она говорит, «Я больше его никогда не увижу». У нее не было другой никакой надежды. Она не знала о Боге, у нее не было надежды на загробную жизнь, и она знала, что в ее мировоззрении это все просто не предусмотрено. Она никогда больше не увидит своего родного отца. И она мне это высказывала, понимая теперь, до какой безнадежности это мировоззрение ее довело. Послание к Ефесианам, 2 глава 12 стих говорит, Ефесианам, 2 глава стих 12, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вы не имели надежды». Тогда, когда мы приходим ко Христу, Он дарует нам эту надежду. Вы знаете, мир этот определяет надежду по-своему. В мире надежда – это популярное слово. Но тогда, когда человек в этом мире говорит о надежде, он прежде всего имеет в виду, ну, надеюсь, что как-то вот выйдет солнце, надеюсь, что распогодится, или напротив, если нужно, чтобы пошел дождь, то, что я надеюсь, у меня нет уверенности, но я все-таки надеюсь, что будет дождь, что пойдет снег. Вам не надо надеяться на это, у вас и так с этим все в порядке, правда? Вот. Надеюсь, что поднимут зарплату. Надеюсь – это вовсе не уверенность, хотя вот в нашем даже русском языке слово «надежда» происходит от слова «надежный». Этимологически даже происхождение этого слова с самого начала было из уверенности, это люди уже дальше превратили это слово в некую неуверенность. Ожидаю, да, я хотел бы, но без особой уверенности. По-английски мы говорим wishful thinking, то есть, ну, такая неуверенная мечта. Я просто мечтаю, я хотел бы, чтобы так получилось. Такая надежда, мирская надежда, лишь дает прибыль лотерейной индустрии. Человек идет с надеждой доллар за долларом, тысяча за тысячей, проглатывается этими автоматами. Он же надеется выиграть, правда? И ничего не получается, даже если время от времени его и подкармливают какими-то мелкими выигрышами. Сегодня люди в особенности безнадежные. Куда ни посмотри, люди, несмотря на то, что мы живем в этот век огромнейшего прогресса, ввиду потери христианских ценностей, ввиду опоры, ввиду потери этой опоры на Христа, на надежное основание, на надежное упование, они живут без надежды. И они трубят об этом везде. Все то, что происходит и у нас, и по всему миру. Тогда, когда люди выходят на улицы и вопият о своих правах, и они плачут о том, что у них что-то забрали, что кому-то чего-то не додали, что им живется плохо. По сути дела, это внутренняя боль безнадежности. Куда нам идти и как нам развиваться дальше? Страхи, которые порождены последними событиями, даже той болезнью, которая страшнее, чем ее даже молюют в представлении людей, порождают безнадежность. И даже если есть какой-то проблеск надежды, то он зацеплен на будущем, которое неизвестно, или на человеке, который должен прийти. Вот придет некий президент, вот придет некий избранный лидер, может быть придет кто-то, и кто-то вот даст это избавление, даст хлеба, даст зрелищ, даст надежду. Это неверное значение надежды. Здесь присутствует только лишь оптимизм, который не основан ни на каком твердом фундаменте, ни на каком твердом основании. Кроме того, у этой надежды неверное направление. Она направлена в будущее. Сегодня плохо, завтра, ну мы надеемся. Мы надеемся, что станет лучше. Она направлена на себя. Я хочу, чтобы мне стало лучше. И я думаю, что я этого достигну. И также она направлена на будущее, которого я не знаю. Смотрите, какое ненадежное основание. Одной ногой в себе, другой в будущем. Не уверен ни в том, ни в другом. Как следствие, углубление безнадежности. Потому что ты не знаешь, как все это будет. Я помню, недавно встречали Новый год, буквально вот какой-то месяц назад. И вот эти все пожелания. Может быть, и вы тоже получаете пожелания. Там люди пишут сами. Хорошо, если сами напишут. Иногда открыточку пришлют. И вот телефон все время дзенькает, передает что-то. И смотришь на эти открыточки. И хорошо, если верующий человек, у него есть основание. Он пишет из Священного Писания, из опыта, основанного на Христе. Но сколько я получал пожеланий, они вроде бы приятные пожелания. Приятно их читать. Всего вам хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, личного развития, осуществления всех ваших желаний, чтобы мечты все вот были осуществлены, воплощены в жизнь. Это хорошее пожелание, но потом начинаешь думать, а почему и на основании чего человек этого желает? Ведь можно действительно этого желать? Хотеть этого по-настоящему, но самого хотения недостаточно. Само хотение доброго к доброму не приведет. И чем больше такой надежды, тем больше отчаяния, потому что мир лежит во зле, потому что перспектива безрадостная, потому что всякий раз, когда мы соприкасаемся со Словом Божьим, мы знаем, что этому миру ничего хорошего в будущем не суждено. Но! есть это благословенное но, когда мы приходим к Иисусу Христу, вот Он-то дает нам надежду. Мы получаем эту надежду, и у нас глаза горят. Люди, которые встречаются с нами, с верующими людьми, я надеюсь, вы еще этот огонек не утратили, братья и сестры, они говорят, слушайте, что это у вас такое? Что у вас, что отличает вас от других людей? What makes you tick? Why are you so different? Чем вы отличаетесь? У вас огонек в глазах горит, все вокруг рушится, да? А тем не менее, у вас есть нечто, за что вы можете ухватиться, нет, на чем вы можете твердо стоять. Послание к римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Римлянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мысль такая, оправдание – это прошлое событие, это тогда, когда Бог провозгласил нас праведными в Иисусе Христе. Не по нашим заслугам, не по нашим делам, а благодаря Его жертве и благодаря тому, что мы уверовали в эту жертву. Это наша была протянутая рука, которая взяла все то, что Бог предлагал. И теперь мир Божий и мир с Богом является нашим достоянием. Разве что мы сами не захотим от Него отказаться? Он наш. Он наш навсегда. Второй стих, через которого, через Иисуса Христа, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И передо мной человек, который взошел на гору. Мы ему, может быть, помогли, но вот он на горе. Он, может быть, мечтал долго об этом. Восхождение было долгим и трудным, но вот он смотрит вокруг и видит лучезарный снег, поля света. Его мечта осуществилась, и он прочно стоит на двух ногах, и его взору открываются еще более красивые картины. И даже в своих мечтах и на самых лучших фотографиях он не видел того, что он видит с этой вершины горы. Мы стоим и хвалимся в надежде, которую даровал нам Иисус Христос. В нем мы имеем эту надежду. Друзья, это не просто мы вот взошли, посмотрели и похвалились. Это должно быть наше ежедневное состояние. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня проверил себя. А я там стою сегодня на этой горе, на этой вершине. Или я где-то скатываюсь вниз, или я попал в какую-то лавину, или же со мной что-то не так. Я вообще не в ту сторону прошел. Надежда на самом деле держит нас как якорь в этом бушующем мире. Между прочим, именно этот образ употребляется апостолом Павлом, написавшим послание к евреям. Евреям 6 глава 19 стих. Евреям 6, 19. Он говорит так, что надежда, она как для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Слышите, какой интересный образ? Как якорь безопасный и крепкий. Якорь нужен для того, чтобы стабилизировать корабль, особенно тогда, когда ему необходимо стоять на месте. Даже когда волны не такие большие, нужен якорь. А тогда, когда тем более они разбушуются, нужен еще понадежнее якорь. И в этом бушующем море жизни, тогда, когда столько бомбардирующих нас новостей, столько беспокойств, столько искушений, столько вопросов вокруг якорь должен быть надежным и крепким. Рассказывают, что в Риме ранние христиане, кроме вот той самой рыбы, знаменитого знака, который христиане использовали для того, чтобы узнавать друг друга, когда смотрели в катакомбы, находили якоря. Причем, ну, якоря, нарисованная на стенах, причем в виде креста. Можно так якорь нарисовать, что верхняя часть будет выглядеть в виде креста. Это был один из знаков христиан. Это очень важный знак. Якорь, за который зацепляется моя душа. Она теперь недвижима. Она имеет эту блаженную надежду. Никто ее не может поколебать и забрать. Она вечно, эта надежда, потому что она не во мне и она не в будущем даже. Она основана не на этих двух шатких основаниях. Она основана на самом Иисусе Христе и поэтому крест вписан в эту надежду, в этот якорь. Сравните это с определением, которое этот мир вносит в надежду. Надеяться это значит, ну, желать, чтобы что-то произошло, о чем ты знаешь, что оно все равно не произойдет, но, ну, авось, ну, вдруг, ну, все-таки надеемся, ну, есть какой-то шанс такой, ну, вдруг повезет действительно. Маленький шанс есть, чтобы все-таки что-то произошло. Пустые мечты и грезы, с одной стороны, на чашу весов против надежного основания, которое Христос пришел и принес нам. Человек может, как говорят, прожить 40 дней без еды, три дня может прожить без воды, восемь минут целых без воздуха, но он ни секунды не может прожить без надежды. В Чикаго, в городе, в котором мне пришлось прожить несколько лет, когда-то, еще в девятнадцатом веке, был большой пожар, который большую часть, особенно вот этих деревянных построек, которые были в городе, он разрушил. Знаменитая проповедь евангелиста Дуайта Муди, основателя нашего библейского института, тогда была, и вы, может быть, помните этот пример, он часто звучал, что Муди проповедовал перед пожаром и в конце проповеди сказал, если кто-то хочет покаяться, обратиться к Богу, приходите завтра и обязательно это сделайте, подумайте за ночь. И вы знаете, что произошло, за ночь произошел пожар со многими жертвами, и Муди был очень огорчен, он себя казнил тем, что в этот же вечер он не дал призыва и не дал возможности, чтобы люди приняли решение прямо здесь и сейчас. Кстати, дорогой друг, а ты спасен? Ты уверен, что имеешь эту блаженную надежду. Когда прошел этот пожар, люди, многие потеряли надежду, и вот одна из ловчонок, которая стояла на полностью сгоревшей улице, вот пришел владелец этой лавки, он увидел, что у него все потеряно, и он написал следующий знак. Я потерял все, кроме жены, детей и надежды. Завтра утром магазин начнет работать по обычному расписанию. Он уже на завтра планировал, у него была надежда, он все потерял, но у него были планы, потому что не только магазин он потерял, но самое главное, то, что он не потерял, это надежда. Ты можешь потерять все, но надежду ни в коем случае не потеряй. И именно благодаря тому, что надежда не коренится в нас, эта надежда не коренится в этом мире, это не коренится даже надежда в будущем неопределенном, она во Христе, и поэтому она надежда. Надежна, да? Это надежное, твердое упование, библейское определение надежды, это уверенность в том, что должно произойти. Мы не должны полагать надежду даже на прошлые события и основываться на них. Мы должны полагать надежду на Иисуса Христа, на единственное надежное основание. Книга притчей рисует такой словесный образ, книга притчей, 13 глава, стих 12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившая желание, как дерево жизни». Исполнившееся желание, как дерево жизни. Тогда, когда ты ожидаешь, и ничего не происходит, ты лишь этого надеешься, у тебя надежда угасает, и она пропадает. Но тогда, когда ты подпитываешь эту надежду исполнением, ты знаешь, что это действительно произойдет, ты имеешь эту уверенность, то напротив она разгорается все больше и больше, она подпитывает твою жизнь, она становится живительным соком для твоей жизни. И как бы сложно тебе ни было, ты можешь пройти все, потому что у тебя есть надежда. Так в чем же эта блаженная надежда верующего? Ну, лучше сказать в ком, не в чем, а в ком. Если кратко, одним словом, одним словосочетанием сказать, блаженная надежда каждого верующего человека, это сам Иисус Христос. Мы поем «Наша надежда, ты Христос». Помните такой псалом? А есть еще один «Христос», «Надежда христиан». Апостол Павел так и говорит о Христе. Первое послание к Коринфянам, первая глава, первый стих. Первое Коринфянам, первая глава, первый стих. Мы читаем «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Заметьте, здесь не сказано, «Христос дарует надежду, Христос принес надежду, Христос может дать кому-то надежду. Если ты имеешь Христа, то ты имеешь надежду. Просто, может, ты ей не пользуешься, может быть, ты забросил ее, может быть, ты не пользуешься этим великолепным духовным благословением, которые уже есть в твоем арсенале». Ну, а если еще конкретнее, вот в чем эта надежда заключается? Эта надежда заключается в том, что Христос придет опять. Для верующего человека основная надежда заключается в том, что Христос обязательно придет опять. Каждый стих, один из двадцати, из каждых двадцати, один стих, вот в Новом Завете говорит об этом, о втором пришествии Иисуса Христа. И в этом блаженная надежда для верующих, потому что, ну, во-первых, потому что сам Христос обещал вернуться. Тогда, когда ученики были в разочаровании, в недоумении, они не понимали, что происходит, куда ты, Господь, уходишь и на кого ты нас оставляешь, Христос говорит, «Я иду к своему Отцу, но я иду, чтобы приготовить вам место». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 3. Иоанна 14, 3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Итак, Христос обещает это своим ученикам, это обещание распространяется сегодня на нас. Господи, как хочется, чтобы ты пришел. Друзья, Христос, говорит в Священное Писание, обещает нам, что придет сам. Помните тогда, когда ученики галилеяне провожали его своими взглядами, возносящимся на небеса, им явились мужи в белых одеждах, им явились ангелы, и они сказали, что вы стоите и смотрите, этот же Иисус, которого вы только что видели, вот возвышающимся, возносящимся на небеса, придет таким же образом, он придет лично, он придет видимо, таким же образом придет. Мы читаем о том, что он придет со своими ангелами. Много мест Писания говорят о том, что придет он со святыми ангелами. Посмотрите, как по-разному называется пришествие Господа в разных местах. Вот Деяние, 3 глава, 20 стих, Деяние 3,20, «Да придут времена от рады от лица Господа и пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа». Апостолы проповедуют уже после первого пришествия, поэтому, когда они говорят о том, что пришлет Иисуса Христа предназначенного, имеется в виду второе пришествие. И как оно здесь называется? Времена от рады. Пусть эти времена от рады. То есть, это радостное время. Это радостное время, когда придет Иисус Христос во второй раз. Библия говорит, что пришествие Иисуса Христа – это пришествие Дня Божия, так определяют пророки. Это последние дни. Последнее перед чем? Перед пришествием. Последнее. То есть, недолго осталось. Надо чуть-чуть подождать, да? Еще Писание определяет пришествие как откровение Иисуса Христа. Кстати, вот книга «Откровение». Мы читаем, что это «Откровение Иисуса Христа». И мы думаем, что Христос открывает себя но дело в том, что Он откроет себя прежде всего для тех, кто будут здесь на земле с помощью своего пришествия. Даже больше того, написано, что еще не открылось, кем мы будем с вами. Мы теперь дети Божьи, пишет апостол Иоанн, но еще не открылось, чем будем. Будет откровение детей Божьих. Мы однажды с вами получим эти новые тела, новые способности, новые возможности от нашего Господа, и эта надежда осуществится. Писание называет это искуплением нашего тела. Творение все получит освобождение, оно ведь стенает и мучается, да? Это будет славное явление. Когда-то апостолы знали Христа по плоти. Нам не стоит рассуждать даже о том, каким был Христос по плоти, как Он выглядел, потому что мы таким Его не увидим, потому что Христос придет во славе, и будет Он подобен, наверное, тому, как Его образ записан в книге Откровения. Это будет славное явление, когда Он будет увиден, да? Писание определяет пришествие как День Христов. Друзья, в этом дне будет властвовать Христос. Это будет Его день. Это не будет уже день какого-то правителя, это не будет День Антихриста, который будет пытаться править балом, это будет День Христов. Явление пастыри-начальника, так еще Писание говорит о пришествии. Это значит, что все мы, служители, наконец-то увидим того, кто нес служение вместе с нами. Мы дадим Ему отчет, и мы сложим наши венцы перед Ним. Пастыри-начальник, мы ждем Его. Посмотрите, как Писание определяет цель пришествия. Второе послание фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Второе фессалоникийцам, 1-10. Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оной во всех веровавших. Друзья, если это относится к вам, ну как это может не наполнять сердце радостью и надеждою? Осталось немного, пройдет этот день еще, сегодняшний день, и одним днем будет меньше перед пришествием. И это означает, что вот это блаженное упование вот-вот осуществится. Он придет для того, чтобы даже тех, которые из нас к этому времени уснут и будут погребены, Он воскресит, мы же знаем, так написано. Вначале мертвые воскреснут нетленными, а потом и мы вместе с Господом будем там вместе с Ним встречаться на облаках. И так всегда с Господом будем. Он придет для того, чтобы нас воцарить. Он уже нам дал этот статус царей и священников. Все, что происходит здесь, это всего лишь тренировка, а там, а там Он даст нам ответственность, поставит нас над городами. Мы не знаем, как все это будет, но мы знаем, что апостол Павел намекает, он говорит, вы что, братья и сестры, неужели у вас склоки, неужели вы не можете решить простых конфликтов? Да вы же будете судить ангелов, перед вами великая ответственность. Он призовет нас для того, чтобы раздать нам награды и для того, чтобы пожурить нас за то, в чем мы были неправы. Вся наша жизнь пройдет перед нами, судилище Христово выявит истинные мотивы нашего сердца, и то, что было настоящим, останется, то, что было по-настоящему драгоценным, оно будет пребывать в вечности, а то, что сено, солома, сами знаете, куда пойдет, попросту сгорит, он раздаст эти награды. Он придет для того, чтобы победить сатану, который досаждает всему миру и до сих пор является обманщиком и досадником святых, клеветником на братьев. Он придет для того, чтобы установить свою окончательную победу. Придет для того, чтобы установить полное Божье Царство. Не это ли наше упование всякий раз, когда мы молимся, даже вот молитвой Отче наш, Господи, да будет воля Твоя на земле, так же, как и на небе. И мы понимаем, что на небе Господь де-факто правит, а здесь на земле, да, Он Царь, но как бы так вот получается, что де юре. И мы должны быть провозвестниками этого Царства, но однажды Он придет и в реальности возьмет это Царство. И мы получим также наследие, друзья, наследие святых. О, какое славное это наследие, оно не сравнится ни с какими дарственными и купчими и наследственными актами, которые здесь есть на этой земле, когда мы думаем, что что-то мы передадим нашим детям. Друзья, мы получим наследие вместе с Иисусом, потому что Он называет нас братьями и сонаследниками, Он поделится с нами этим наследием. Трудно даже представить, что это будет, но я верю, это будет славное наследие. Мы увидим наших родных и близких. Будет воссоединение тех из нас, кто верил здесь, с теми из нас, кто верил раньше. Святые Ветхого Завета предстанут перед нами. Святые Нового Завета, все те, которые были верны Господу на протяжении всех веков существования Церкви, сколько общения, сколько интересных вопросов и сколько загадок будет разрешено тогда. Мы поговорим с ними, мы увидим их воочию. У нас будет сколько угодно времени для того, чтобы с ними общаться. Друзья, совершится искупление нашего тела. Мы забудем об очках, если у кого есть, если у кого-то палочка есть, если у кого-то стоит пейсмейкер, если у кого-то еще что-то, вот мы используем кислород для нашего тела или еще какие-то операции у нас, мы забудем, что такое старение, мы забудем, что такое морщины, мы даже забудем, что такое смерть, потому что теперь слава Божья будет тем, в чем мы будем соучастниками, она будет нашим наследием. Мы унаследуем вечную жизнь, она станет реальностью нашей жизни. Вы знаете, то, что я описал, это очень блеклая картина того, чего мы по-настоящему ожидаем, и кто-то из вас думает, ну подожди, там же будут такие не очень хорошие нотки, но я повторяю, для спасенного человека, для того, кто во Христе, если ты стоишь двумя ногами в нем, то он твоя надежда, тебе нечего опасаться. И вот разве сознание того, что это событие может произойти в любой момент, наполняет наши сердца надеждой? Я понимаю, есть те чувства, которые мы выражаем иногда даже в песне. Я бы не хотел, о мой Господь, чтобы ты пришел уже теперь, я не готов, и церковь не готова. Вы знаете, Господь понимает, и мы видим, что медлит он, медлит, потому что долго терпит, но все-таки это блаженная надежда. И все-таки тот клич, который превозмогает у невесты, я надеюсь, тот клич, который превозмогает и из нашего сердца, он звучит иначе. Он не говорит, ну, Господи, подожди, не приходи, пожалуйста, скорее этот клич, гряди, Господи Иисусе, поскорей гряди. И эта надежда, она ведь помогает преодолевать испытания. Она помогает даже не замечать каких-то трудностей, потому что ты понимаешь, насколько все это мелко, невзрачно, и ни в какое сравнение не идет с той славой, которую принесет Христос. Та надежда, о которой я сейчас говорю, она помогает нам не обращать внимание на те негативные явления, которые происходят вокруг. И вдруг мы понимаем, да выборы, которые прошли, это мелочь по сравнению с этой надеждой. Те вещи, которые беспокоят нас в политикуме и во всем мире, это мелочи по сравнению с той надеждой, которую несет второе пришествие Иисуса Христа. У меня на работе проблемы временные, тоже мелочь, потому что Христос грядет. Мы с помощью этой надежды получаем величайший заряд терпения и выдержки для того, чтобы проходить наше поприще. Ведь мы тоже, как верующие люди, проходим по этому земному пути и имеем свои переживания. Мы проходим через испытания, через несправедливость, через страдания, через вопросы, на которые не получаем сразу ответов, ну вот так же, как Иов. Наше здоровье причиняет нам определенную боль. Наши дети не всегда слушаются, отходят от Господа, с ними происходят беды, атаки темных сил. Неужели не знакомы нам? А как насчет сомнений, которые, как черные змеи, иногда в наше сердце туда закрадываются? Искушения, от которых не знаешь, куда деться, да и гонения. Может, мы уже забыли, как они выглядят, но вот они постепенно, даже в нашей, казалось бы, свободной стране, потихонечку подымают свою ужасную голову. Приходят скорби, да и, наконец, придет, разве что Господь раньше придет, наша собственная смерть, наше собственное расставание тела и души. И здесь наша надежда нам помогает, надежда превозмогает. И все то, что я только что назвал, если все это сложить на одни, на одну чашу весов, надежда пришествия побеждает. Она больше, она важнее. Все эти временные страдания, говорит Павел, я думаю, что ничего не стоит, если сравнить их с той славой, которая нас ждет. Надежда, поэтому, нас не постыжает. Надежда только дает нам новый заряд. Кстати, надежда также и не усыпляет, как некоторые верующие думают, ну, я имею там теплое местечко, у меня все будет в порядке, все схвачено впереди, хорошо, я попал на небесный экспресс, он меня довезет до небес, там еще какие-то остановки будут по пути, я не буду на них выходить, я попросту пристегну ремень и верующий такой человек думает, что надежда его усыпляет. Нет, она не усыпляет, она напротив дает нам некий заряд адреналина, она оживляет нас. Мы не садимся в кресло, но напротив мы попадаем в этот мир, который является полем брани. Мы вспоминаем, что мы напоминаем в этом мире некий партизанский отряд, некое меньшинство, которого становится все меньше, но надежда все-таки не постыжает. И в последний момент, когда, казалось бы, надежда уже умирает, когда святые не одерживают победы, дано было святым проиграть, Писание говорит, придет Христос, и Он действительно возымеет первенство, и Он победит. Библия об этом говорит. Если и есть одно значение этой книги, которое звучит из страницы в страницу, и есть, наверное, те из нас, которые, когда читают толстую книгу, они думают, ну как же там все заканчивается, и заглядывают в конец. Из Библии это тоже срабатывает, и если заглянуть в конец Священного Писания, то здесь есть один месседж, одна весть, которая проходит, а именно будет страшно, будет сильно колотить, да, вот как в самолет садишься, и там говорят, вот мы будем лететь, и будет turbulence, да, будет колотить, будет мессить, будет тряхать, и будет очень плохо, кто-то вырвет там даже, да, кому-то плохо станет, но в конце концов мы приземлимся, это как та девочка, которая вот летит в самолете, ее действительно тряхает, и она не знает, куда себя деть уже, вернее, люди вокруг не знают уже, куда себя деть, самолет тряхает, а она себе спит в кресле, они спрашивают, слушай, почему ты спишь в кресле? после того, как она проснулась, ты говоришь, я знаю, что папа пилот, он посадит самолет, и все будет нормально, он меня в обиду не даст, вот у нас такой Господь, друзья, он нас в обиду не даст, поэтому надежда не постыжает, она не успокаивает нас, она дает нам дополнительный заряд энергии и адреналина, благодать Божья, мы прочитали в начале, благодать Иисуса Христа научает нас трем вещам, мы повторим, там три глагола стоит в послании Титу, отвергнуть нечестие, проверим себя, сделали мы это, слава Богу, если так, мы теперь живем в нынешнем веке, ожидая явления Господа, активно ожидая, постоянно ожидая, вот в этом смысл этого примера, друзья, который пишет здесь апостол Павел. Жил-был один мальчик, который оказался в ожоговом отделении больницы, и так вот спрочили, что, в общем-то, у него надежды никакой нет, должен был он умереть, и очень долго уже не ходил в школу, а в школе, в его районах, теперь было запущено новое правило, новое служение, новая работа, человека взяли на эту работу, посещать больных, особенно тех, которые пропускают много материала в школе, там, неделю, две и так далее. Ну и вот, что-то должны были они проходить в этом классе своем, кажется, то ли имена прилагательные, то ли что-то по математике, и вот она, эта учительница, которая должна была выполнять эту работу, она собрала эту информацию, ее направили, и по тем ребятам, которые дома оставались, и к этому мальчику тоже направили. Она к нему пришла, она ужаснулась, перед ней живой труп лежал, она увидела, что практически полностью, большинство его тела обгорела, у него ожоги второй, третьей степени, но, знаете, работа есть работа, нужно было что-то сказать, и вот она нехотя так стала объяснять ему материал, вот пока ты здесь лежишь, там ребята учатся, у них вот этот материал, они проходят, вот этот, но он так кивал, вроде бы понимал, и она так с жалостью свои часы отработала, ушла оттуда, и думает, да, как же быть, он же безнадежный совершенно. Проходит время, и буквально через несколько дней медсестра из этого госпиталя звонит этой женщине, говорит, что вы сделали? Она говорит, что я сделала? Вы знаете, простите, я не знала, а что я не так сделала? Да нет, говорит, в том-то и дело, что-то вы так сделали, потому что он оживился, такое ощущение, что он решил выздороветь, ему стало резко лучше, он пошел на поправку, у него появилась надежда. И когда с ним поговорили, с этим мальчиком в ожоговом отделении, он сказал так, на вопрос, слушай, ну что тебя поддержало, почему тебе вдруг стало лучше? Он говорит, ну я так понял, что раз они прислали человека из школы, они бы не прислали учителя к умирающему мальчику, значит, есть надежда. Друзья, раз Господь с нами, значит, у нас есть надежда, раз мы спасены, значит, надежда есть. Как бы ни было хорошо или плохо, и будет хуже, между прочим, надежда не постыжает. Итак, давайте не впадать в отчаяние и безразличие, что бы ни случилось, будем твердо уповать на слова нашего Спасителя и попросту отвергать все остальные источники, которые приводят нас в замешательство, страх и ужас. Во-вторых, будем по-настоящему ожидать его пришествия, не сложа руки, но работая, постоянно и активно, как он и заповедовал, он хочет найти нас по-настоящему верующими, при труде на его ниве. И, наконец, будем размышлять об истине Второго пришествия, чтобы наша надежда еще более укрепилась. Не ветрами учения, а этой прекрасной надеждой будем подкреплять себя и находящихся вокруг нас. Аминь.